Табличное сложение Сравниваем число с выражением и поработаем с геометрическим материалом. Разгадайте правило, по которому составлен ряд чисел. 4, 12, 6, 14, 8. Посмотрим, как меняются числа. Однозначное число меняется с двузначным. Давайте посмотрим, какое должно на этом быть месте число. Однозначное или двузначное? Видим двузначное. Как изменяется двузначное число? Было 12, стало 14, увеличилось на 2 единицы. Значит, в 14 добавляем 2, получаем 16. Следующее число в этом ряду должно быть 16. Вспомним, из каких чисел состоит число 11. 11 – это 9 и 2. 11 – это 8 и 3. Это 7 и 4. 6 и 5. 5 и 6. 6, 4 и 7. 3 и 8. 2 и 9. Посмотрим на эти два примера. Слагаемые поменялись местами. Вспомним, от перестановки слагаемых сумма не изменяется. Давайте прочитаем равенства разными способами. 8 плюс 3. К 8 прибавить 3. 8 увеличить на 3. Первое слагаемое равно 8. Второе слагаемое равно 3. Сумма двух чисел 8 и 3 равна 11. Посчитаем с вами устно. 4 прибавить 8. Получим 12. 9 плюс 6 равно 15. 8 увеличить на 8. Получается 16. Первое слагаемое – 7. Второе слагаемое – 8. Сумма равна 15. Сумма двух чисел 5 и 7 равна 12. Молодцы! Посмотрите на бабочку и кузнечика. Про них нужно составить две задачи и сравнить. Итак, на полянке летало 8 бабочек, а кузнечиков на 2 меньше. Давайте с вами поставим вопрос. Сколько кузнечиков было на полянке? Как мы решим эту задачу? Конечно, мы от 8 отнимем 2. Почему отнимем 2? Потому что на 2 меньше означает – это 8 без 2. Ребята, эта задача простая или составная? Простая, так как мы сразу ответили на вопрос задачи. А что нам нужно сделать, чтобы эта задача стала составной? Мы должны добавить вопрос – сколько всего насекомых было на полянке? Мы сразу сможем ответить на поставленный вопрос. Уже сможем, потому что мы узнали, сколько было кузнечиков. Поэтому, чтобы узнать, сколько всего было насекомых, мы должны к 8 добавить 6 и получаем 14 насекомых. Что же сказано во второй задаче? Что на полянке было 8 бабочек, а кузнечиков на 2 больше. Как мы узнаем, сколько было кузнечиков на полянке? Правильно, мы к 8 прибавим 2. Почему прибавим? Потому что на 2 больше обозначает – это 8 и еще 2. Поставьте вопрос к задаче так, чтобы она была составной. Сколько всего насекомых было на полянке? Для этого мы к данному числу 8 прибавим число, которое мы узнали про кузнечиков, 10 и получим, что всего на полянке было 18 насекомых. Итак, ребята, давайте сравним эти задачи. Что у нас различалось в условиях? Это данные про кузнечиков. В первой задаче было известно на 2 меньше, а во второй на 2 больше. Какая же разница есть в решении задачи? Если мы посмотрим на первое действие, то первое действие в задаче решалось вычитанием. Почему? Потому что сказано на 2 меньше. Во второй задаче – действием сложения, потому что сказано на 2 больше. А вот второе действие и в первой, и во второй задаче решалось действием сложения. Потому что вопрос звучал одинаково. Сколько всего насекомых было на полянке? В вашем учебнике есть задание под номером 12, где нужно сравнить неравенство, не вычисляя. Как же мы это сможем сделать? Давайте посмотрим. Число 9 есть в левой части и в правой. В левой части добавили к числу 9 2. Что с ответом произойдет? Ответ тоже увеличится на 2 единицы. Значит, сюда нужно вставить знак больше. В левой и в правой части есть одинаковое число 8. В левой части вычли 6 из 8. В правой части не изменили число. Значит, поставим знак меньше. Одинаковое число и в левой и в правой части 7. Если мы к 7 добавим 0, мы знаем, что ответ не изменится. И в правой части не изменяется число. Значит, ставим знак равно. В левой и в правой части число 19 одинаковое. Но в левой части мы добавили 1. Значит, ответ увеличится на 1. Поэтому ставим знак больше. Решим задачу 14. На площадке молодняка играли 5 волчат, а лисят на 2 меньше. Сколько лисят было на площадке? Сколько всего волчат и лисят было на площадке? Ребята, о ком говорится у нас в задаче? О лисятах и волчат. Что обозначает число 5? Столько играло волчат. Что обозначает число 2? На 2 меньше было лисят. Сможем ли мы ответить на главный вопрос задачи? Сколько всего волчат и лисят было на площадке? Нет, не сможем. Почему? Нам неизвестно, сколько было лисят. А как мы узнаем, сколько было лисят? Сколько лисят было на площадке? Нам об этом говорит вопрос-помощник. Что первым действием мы сначала должны найти о лисятах, а потом о зверятах в общем. Как мы узнаем, сколько было лисят? На 2 меньше. Лисенка. Значит, от 5 отнимем 2, получаем 3. Значит, 3 было лисят. Как же мы теперь узнаем, сколько волчат и лисят было вместе? К 5 мы добавим 3 и получим 8 зверят. Значит, на полянке играло 8 волчат и лисят. Ребята, эту задачу мы также можем решить составлением выражения. Для этого мы смотрим на последнее действие. 5 у нас было данное число в условии задачи. 3 мы находили разностью чисел 5 и 2. Поэтому мы записываем разность чисел в скобочках и составляем такое выражение. К 5 прибавить разность чисел 5 и 2 и получаем 8 зверят. Ребята, посмотрите на геометрические фигуры. Давайте их назовем. Круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал. По каким признакам можно разделить эти фигуры на две группы? Да, их можно разделить по цвету. Розовые фигуры и голубые фигуры. Как еще мы можем их разделить на две группы? По наличию углов. Квадрат, треугольник, прямоугольник. У этих фигур есть углы. Овал, круг, без углов. Какие умения и навыки мы сегодня с вами проверяли на уроке? Мы сегодня с вами учились решать примеры в пределах 20. Составляли, сравнивали, решали задачи. Как складывать однозначные числа с переходом через десяток? Чтобы сложить однозначные числа с переходом через десяток, необходимо до 10 добавить одно из слагаемых, а затем прибавить оставшиеся единицы. Дома я вам предлагаю выполнить самостоятельно задание 9 на странице 77, где вы вычислите и назовете, сколько всего единиц прибавили к числу или сколько всего вычли из него. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие первоклассники! Сегодня на уроке мы будем с вами читать стихи, загадки замечательных писателей. Евгений Трутневый «Когда это бывает?» и Ирины Токмаковой «К нам весна шагает». А еще мы будем себя пробовать в роли авторов загадок. Но для начала давайте проведем речевую разминку. Ча-ча-ча, горит в комнате свеча. Чу-чу-чу, молоточком я стучу. Оч-оч-оч, наступает ночь. Чи-чи-чи, привезли нам кирпичи. Ребята, какой звук мы слышим чаще всех? Правильно, звук Ч. Откройте учебник на странице 70-71. Посмотрите, пожалуйста, кто автор первого стихотворения, с которым мы сегодня познакомимся. Верно, Евгения Федоровна Трутнева. Вся жизнь Евгении Федоровны прошла в Перми. Она родилась 4 декабря 1884 году. Воспитывалась в приемной семье Вишневских. С золотой медалью окончила Марьинскую женскую гимназию. Стихотворение, с которым мы познакомимся, называется «Когда это бывает?». Объясним значение следующих слов. Плещутся, купаются. Проталинки – места, где снег растаял и открылась земля. Ситцевый, ситец – это значит, ребята, легкая хлопчатобумажная или однотонная ткань с рисунком. Послушайте внимательно, я прочту. Когда это бывает? Голубые, синие небо и ручьи В синих лужах плещутся стайкой воробьи На снегу прозрачные льдинки кружева Первые проталинки – первая трава Лук совсем как ситцевый, всех цветов платок Не поймешь, где бабочка, где живой цветок Лес и поле в зелени, синяя река Белые пушистые в небе облака Ребята, давайте отгадаем загадку. Так когда же это бывает? Верно, это бывает весной Прочтите подчеркнутые слова в стихотворении Льдинки – кружева, ситцевый – платок Обратите внимание, автор сравнивает льдинки с кружевами А платок сравнивает с лугом цветов Подумайте, как бы вы описали весенний лук С чем его еще можно сравнить? Ребята, а какое настроение передает нам автор Веселая, спокойная, радостная Наконец пришла весна Автор следующего стихотворения – Ирина Токмакова С биографией Ирины Токмаковой мы знакомились на прошлом уроке Вспомните Я прочту, а вы внимательно послушайте И представьте себе, какое настроение было у автора Когда она написала это стихотворение К нам весна шагает К нам весна шагает быстрыми шагами И сугробы тают под ее ногами Черные проталины на полях видны Видно очень теплые ноги у весны Какое же было настроение у автора? Верно, радостное Потому что автор тоже очень любил весну Я надеюсь, стихотворение «К нам весна шагает» Вызвало у вас чувство радости и тепла в душе Кто, по словам автора, спешит к нам быстрыми шагами? Верно, весна Ребята, а как можно по-другому сказать «шагает»? Идет, ступает, спешит Скажите, пожалуйста, с кем сравнивает автор весну? Кто может к нам идти? Конечно же, автор весну сравнивает с человеком Почему сугробы тают под ногами? Правильно, потому что весна торопится Как об этом сказано в стихотворении? Давайте прочтем И сугробы тают под ее ногами Черные проталины на полях видны Видно, очень теплые ноги у весны Ребята, я надеюсь, стихотворение «К нам весна шагает» Вызвало у вас чувство радости и тепла в душе А сейчас мы с вами будем учиться составлять загадки Вспомним, что же такое загадка Загадка – это краткое условное описание Кого-нибудь или чего-нибудь По которому можно отгадать, кто или что это Ребята глубокой древности Люди использовали загадку Как один из приемов тайного языка Чтобы уберечь свое жилище, семью, свой скот От нечистой силы С помощью загадки испытывали мудрость Находчивость человека У некоторых народов в далеком прошлом Бытовали вечера загадок Старшие загадывали младшим загадки Такие вечера были своеобразными уроками народной мудрости Эти уроки помогали детям во всем А именно во время развлечений Усваивать знания, добытые многими поколениями И в наше время загадка используется Как увлекательное средство В обучении и воспитании детей Познакомимся с планом Как придумать загадку На странице 69 Выбрать какой-нибудь предмет Для своей загадки Например, луна Представить его в своем воображении Закройте глазки Найти такие признаки этого предмета По которым его можно было бы узнать Даже не называя самого предмета Например, какая луна Круглая, светлая, далекая, плоская Подумать, с каким предметом ему можно сравнить Например, с тарелкой Которая висит с девицей круглолицей С круглым хлебушком Найти у них какие-то общие признаки Или действия Кругла, как тарелка Желта, как репка Плывет, а не падает Спрятать за эти признаки предмет И загадать о нем загадку По синему небу тарелка плывет Желта, а не репка Кругла, а не тарелка Висит она высоко, а не падает Например, вот так Итак, подведем итоги нашего урока Сегодня на уроке литературного чтения Мы читали стихотворение Евгении Трутневой «Когда это бывает?» Из стихотворения Ирины Токмаковой «К нам весна шагает» А также познакомились с планом Как придумать загадку Ребята, дома я вам рекомендую Прочитать выразительное стихотворение И, пользуясь данным планом Придумать свою загадку Урок окончен Спасибо за внимание Здравствуйте, дорогие первоклассники Тема нашего урока Гласные звуки и буквы На доске записаны буквы Найдите лишние буквы Итак, лишними являются Мягкий знак Так как звука он не обозначает И буква М Так как она обозначает Согласный звук А что можно сказать об остальных буквах? Верно Это буквы, обозначающие Гласные звуки Сегодня на уроке Мы будем учиться определять Гласные звуки и буквы Закрепим знания Об основных признаках Гласных звуков Давайте вспомним Об основных признаках Гласных звуков Как отличить гласный звук От согласного Гласный звук состоит Только из голоса А согласный звук состоит Из шума Или из шума и голоса При произнесении гласного звука воздух проходит свободно, без преград. При произнесении согласного звука воздух встречает преграду. Это могут быть губы, зубы или язык. Гласный звук образует слог. Согласный звук образует слог только вместе с гласным звуком. В русском языке шесть гласных звуков. А, О, У, И, И, Э. И десять букв, обозначающие гласные звуки. А, О, У, И, Э, Я, Ё, Ю, И, Е. Буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова, послегласный, И, твердого и мягкого знака обозначают два звука. Буква Е обозначает два звука Й, Э. Буква Ё обозначает два звука Й, О. Буква Ю обозначает два звука Й, У. Буква Я обозначает два звука Й, А. Например, в слове ЕЛЬ буква Е стоит в начале слова и поэтому обозначает два звука ЕМ. В слове ВЁН буква Ю стоит после мягкого знака и обозначает два звука ЕУ. В слове ПОЁТ буква Ё стоит после гласной и обозначает два звука ЕО. В слове ЯМА буква Я стоит в начале слова и обозначает два звука ЕАМ. Буквы Е, Ё, Ю, Я после согласного обозначают один звук. Например, в слове имя буква Я обозначает звук А, в слове вес буква Е обозначает звук Э, в слове лён буква Ё обозначает звук О, в слове плюс буква Ю обозначает звук У. Предлагаю выполнить следующее задание. Выпиши слова, в которых гласные буквы обозначают два звука. Даны слова пояс, дыня, зёрна, съёмка, енот, тень, июнь, люстра. Проверяем. В слове пояс буква Я обозначает два звука Е, А, в слове съёмка буква Ё обозначает два звука Е, О, в слове енот буква Е обозначает два звука Е, Э, в слове июнь буква Ю обозначает два звука Е, У. Ребята, а как вы думаете, почему эти буквы распределены на две группы? Верно. Буквы в первой группе указывают на твёрдость предшествующего согласного звука. А во второй группе буквы указывают на мягкость предшествующего согласного звука. Например, в слове МАК буква А указывает на твёрдость предшествующего согласного звука, поэтому звук М будет твердым. В слове «мяч» буква «я» указывает на мягкость предшествующего согласного звука, поэтому звук М будет мягким. Составим звуковую схему к слову «море». Разделим слово «море» на слоги. МО-РЕ. В слове «море» два слога. Поставим ударение. МО-РЕ. Ударение падает на первый слог. Составим звуковую схему. В слоге МО звук М и звук О образуют слог слияния. Твердого согласного звука обозначаем синим цветом и гласного звука обозначаем красным цветом. Во втором слоге РЕ звук РЕ и звук Е образуют слог слияния. Мягкого согласного звука обозначаем зеленым цветом и гласного звука. обозначаем красным цветом. Таким образом, буква О указывает на твердость предшествующего согласного звука, поэтому звук М является твердым. Буква Е указывает на мягкость предшествующего согласного звука, поэтому звук Р является мягким. Предлагаю выполнить упражнение 5 на странице 59. Прочитай слова. Пенал, звук, экран, кино, ключ, стол. Назови пары слов, в которых есть одинаковый гласный звук. Произнеси этот звук. В слове пенал и в слове экран есть общие звуки. Звук Э и звук А. В слове кино и слове стол есть общий звук. Звук О. В слове звук и слове ключ есть общий звук. У. Итак, спеши, подчеркни в словах буквы, которыми обозначены гласные звуки. В слове финал гласные буквы Е, А. В слове звук гласная буква У. В слове экран гласные буквы Э, А. В слове кино гласные буквы И, О. В слове ключ гласная буква Ю. В слове стол гласная буква О. Подчеркнули. Итак, на уроке мы научились определять гласные звуки и буквы. Закрепили знания об основных признаках гласных звуков. Предлагаю выполнить самостоятельно упражнение 8 на странице 60. Спасибо за внимание. Урок окончен. Редактор субтитров А.Семкин